Беседа 30-я, Римлянам 15.25 А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Так как апостол сказал, не имея места в этих странах, из давних лет уже желал идти к вам. А между тем нужно было ему еще промедлить. То, чтобы римляне не подумали, что он смеется над ними, он объясняет причину, по которой пока он не может прийти в Иерусалим и говорит, иду в Иерусалим. Но говоря о причине своего промедления, апостол, кажется, имеет в виду и другое. Именно побудить их к милостыни и сделать их в этом более усердными. Если бы он не об этом заботился, ему довольно было бы сказать, иду в Иерусалим. Но теперь присовокупляет и причину этого путешествия и говорит, иду послужить святым. Даже останавливается на этих словах и приводит доказательства, чтобы и римляне научились подражать им. Здесь особенно нужно поделиться мудростью апостола в этом, что он придумал такой способ дать совет, так как на римлян он мог более этим подействовать, нежели прямым увещанием. Ведь они подшли бы для себя оскорбительным, если бы апостол представил им Коринфян и Македонян в образец подражания. Поэтому Коринфян в послании к ним увещевает таким образом. «Сказываю вам о благодати Божьей данной в церквах македонских» — 2 Коринфянам 8.1. «Равно и на македонян действовал примером Коринфян, ибо от вас ревность раздражила многих» — 2 Коринфянам 9.2. «Равным образом и примером галатов он также пользуется, когда говорит, «Как я устроил в церквах галатийских, так и делайте». Но с римлянами апостол поступает иначе, более осторожно. Таким же образом он поступает относительно проповеди, когда говорит, «Или от вас Слово Божие вышло, или до вас одних достигло», потому что соревнования всего сильнее. Потому апостол многократно повторяет это, так и в другом месте говорил, «Как во всех церквах повелеваю». «И еще, как во всякой церкви учу» — и к Колоссе нам говорит, «Ибо благовестие Божие есть плодоносно и растимо во всем мире». 1.6. «Так поступает и здесь, говоря о милостыне. И смотри, с каким величием он употребляет выражение. Он не сказал, «Иду отнести милостыне», но «Иду послужить». А если Павел служит, то рассуди, как это важно, когда сам Учитель Вселенной берет на себя труд отнести подаяние, и хотя намеревался путешествовать в Рим и сильно желал видеться с римлянами, однако же первое предпочитает последнему. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаяниям для бедных. Опять не сказал милости, но подаяния. Не без цели также поставил слово «некое», значит, чтобы римляне не приняли сказанного за укоризм себе. И не сказал просто «к нищим», но «бедным», «к святым», убеждая двояким образом к вспомоществованию, как нищетой, так и добродетелью. Даже и этим не ограничился, но присоокупил, да и должники. И потом доказывает, почему должны. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Это значит, для них пришел Христос. Им, обратившимся из иудеев, принадлежат все обетования. От них Христос, потому и сам Он сказал спасение от иудеев. От них апостолы, от них пророки, от них все блага. И вселенная сделалась причастницей всего этого. И так, говорит апостол, если вы сделали с причастниками более важного, если по евангельской притче вечеря была приготовлена для них, а вы пришли и вкусили предложенного, то и вы должны допустить их до участия в телесных благах и уделить им. Но апостол не сказал прямо «допустить до участия», а «послужить», поставив их как бы в разряд деканов или приносящих подати царям. Не сказал также «в телесных ваших», как выше сказано, «в духовных их», потому что духовные блага принадлежат одним иудеям, а телесные – не одним язычникам, но и всем вообще. И апостол повелел, чтобы имения принадлежали всем, а не одним владельцам. Исполнив это, и верно доставив им сей плод усердия, «я отправлюсь через ваши места в Испанию». То есть как бы положив царскую сокровищницу в неприступное и безопасное место. И не сказал «милостыню», но опять плод показывает, что подающая милостыню и сами получает прибыль. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Что значит «во исполнение благовествования»? Апостол говорит здесь или об имуществах, или вообще о всяком добром деле. Он имеет обыкновение называть благословением милостыню, как и многое другое. Например, когда говорит «как благословение, а не как побор». Даже и в Ветхом Завете было обыкновение называть так милостыню. Но так как апостол прицовокупил здесь благовестие, то мы утверждаем, что под благословением, разумеется, не одно имущество, но и все прочее. Он как бы так говорит «я знаю, что пришедший к вам найду вас во всем благополучными, изобилующими в благах и достойными многих добрых похвал, согласно Евангелию». Вот удивительный способ давать совет. Предупредить их похвалами. А так как апостол уклоняется от того, чтобы предложить мысль в своем виде увещания, то и приступает к такому способу исправления. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». 836. Апостол опять упоминает здесь о Христе и о Духе, но вовсе не говорит об Отце. Я замечаю об этом для того, чтобы ты, когда апостол упоминает об Отце и Сыне, или об одном Отце, не исключал ни Сына, ни Духа. И не сказал апостол Духом, но любовью Духа. Как Христос и как Отец возлюбили мир, так и Дух. Но о чем же умоляешь ты, Павел, скажи мне? Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Итак, апостолу предстояла великая борьба, почему он и просит их молиться. И не сказал, да вступлю в состязание, но да избавлюсь. Как повелел Христос молитесь, чтобы не впасть в искушение. Апостол этими словами, с одной стороны, показывает, что на него намереваются напасть какие-то злые волки, и вообще звери, а не люди. С другой же стороны, он имеет в виду показать, что он справедливо принял на себя труд служить святым. Как скоро неверующих так много, что нужно было молиться об избавлении от них. Живущие среди столь многочисленных врагов могли погибнуть от голода, поэтому необходимо было доставить им пропитание из других мест. «Чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, то есть да будет приятна моя жертва и охотно принято подаяние». Видишь ли, как опять он возвысил достоинства принимающих милостыню. Если просить молитвы многочисленного народа, для того, чтобы посылаемое было принято, а с другой стороны, этим он показывает, что недостаточно дать для того, чтобы милостыня была принята. Когда кто-нибудь подает по принуждению, или счиславие, или неправильно приобретенное, тогда плод теряется. Дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Как говорил в начале, если когда благо поспешит мне воля Божия прийти к вам, так и здесь прибегать к той же воле Божией и говорить для того спешу и молю Бога избавиться отсюда, чтобы скорее увидеть вас, увидеть с удовольствием, не подвергаясь там никакой скорби, и успокоюсь с вами. Смотри, как он опять показывает, что в нем нет надменности. «Не сказал, но учу вас, и наставлю в вере, но успокоюсь с вами». Но ведь апостол сам подвязался и боролся. Каждый говорит, успокоюсь с вами. Он говорит это в угождение римлянам, располагает их в большему усердию, делая участниками в победных венцах и показывает, что они так же подвязаются и трудятся. Потом по обыкновению своему присовокупляет к увещанию своему молитву, говоря, «Бог же мира да будет со всеми вами! Аминь!» Представляю вам Фиву, сестру нашу дьяконису церкви Кенхрейской. «Ты видишь, сколько апостол уважает Фиву, если упомянул о ней прежде всех и назвал сестрою, а называться сестрою Павла дело немалое, сказал и о должности ее, наименовав служительницей. «Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому». То есть для Господа примите ее с честью. Потому что принимающий для Господа, даже и незначительного человека, принимает с очщанием. А так как Фива была святая, то рассуди сам, каким попечением она вправе была пользоваться. Потому апостол присовокупил достойно святым, то есть как следует принимать святых. Вы должны услуживать ей по двум причинам, потому что принимаете ее для Господа, и потому что она святая. Видите ли, как это не обременительно? Не сказал избавьте ее от всех нужд, но снабдите, чем можете, подайте руку помощи, какие бы нужды она у вас не имела, и при том говорит не о всех ее нуждах, но о тех, какие будет иметь у вас. А нуждать она будет в том, чем можете располагать и вы. Потом опять несказанная похвала, ибо она была заступницей многим, и мне самому. Замечаешь ли благоразумие Павла? На первом месте он поставил похвалу. В середине увещания, а потом опять похвалу с обеих сторон, защищая похвалами, нужду блаженной жены. Как же не блаженна Фива, как скоро удостоилась такого свидетельства от Павла, и была в состоянии оказывать помощь самому Павлу, учителю вселенной. Это венец всех ее совершенств, почему апостолу поставил это в конце, сказав, и самому мне. Что же значит и самому мне? Тому, кто был проповедником вселенной, претерпел бесчисленные страдания, и один давлел для многих тысяч. Итак, мужи и жены, будем подражать этой святой, а равной той, которую вместе с мужем именует Павел после Фивы. Кто же они? Он говорит, приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе. А добродетели свидетельствует и Лука, когда говорит, пребывал у них Павел, ибо они были делатели палатки. И когда извещает, что Прискила приняла к себе полоса, и точнее рассказали о пути Господнем. Но как невелика эта доблесть, а гораздо важнее то, что сказал Павел. Что же он говорит? Сперва называет их своими спаспешниками, показывает, что они разделяли с апостолом несказанные труды и опасности. Потом говорит, что они голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Видишь ли, что они были совершенные мученики? Ведь при Нероне, как и естественно, опасности были бесчистенны, когда он приказывал всем иудеям удалиться из Рима. Здесь апостол разумеет страннолюбие и вспомочистование деньгами, и удивляется им в том, что они пролили кровь свою и отдали все имение на общую пользу. Видишь ли ты, что и немощь естества не воспрепятствовала благородным женщинам и кистезе и добродетели? И вполне естественно, потому что во Христе Иисусе нет пола ни мужеского, ни женского. И что сказал апостол о Фире, тоже говорит и о Прескиле. Как о ней сказался, я заступница многим была и мне самому, так и об этом. И не я один благодарю, но и все церкви из язычников. И чтобы не подумали, что это сказано из лести, представляет других свидетелей, которые многочисленнее жен и домашнюю их церковь. Они были настолько добродетельны, что обратили дом в свой церковь, так что все их домашние сделались верующими, и дом их был открыт для всех странных. Апостол не имел обыкновения без основания называть домы церквами, если в них не было большого благочестия, и не был утвержден особенный страх Божий. Поэтому и Коринфянам сказал, приветствуйте Акилу и Прескилу с домашней его церковью. И об они Семен писал, Павел Филимону и Апфии возлюблены и домашней твоей церкви. Конечно, и в супружеской жизни можно быть достойным удивлений и благородным. Вот Акила с Прескилой жили в супружестве и весьма просияли, хотя занятие было и незамечательно. Они делали палатки. Однако же добродетель покрыла все и показала их светлее солнца. Ни ремесло, ни брачный союз не вредили им. Но они явили такую любовь, какой требовал Христос, сказав, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Они исполнили то, что служит признаком Христова ученика, взяли крест и последовали за Христом, так как делавшие это для Павла, тем более показывали такое же мужество для Христа. Пусть услышат это и богатые, и бедные. Если жившие трудами рук своих и управлявшие рабочим заведением показали столько щедрости, что сделали полезными для многих церквей, то какое извинение будут иметь богачи, презирающие нищих? Те в угождение Богу не посидили своей крови, а ты бережешь и немногие монеты, часто презирая и собственную свою душу. Но, может быть, усердные кучители не таковы были к ученикам? И этого нельзя сказать, ведь их благодарили, говорит апостол, и церкви языческие. Хотя они были из иудеев, однако же веровали настолько искренне, что и язычникам служили со всем усердием. Такими и должны быть женщины, которым должно украшаться не плетением волос или золотом или драгоценной одеждой, но добрыми делами. В самом деле, скажи мне, какая царица столько знаменита и так прославляется, как эта жена делателя палаток, она у всех на устах, и так будет не 10 и 20 лет, но до пришествия Христова. И при том, все прославляют ее за то, что украшает ее волей царской диадемы. Да и что более важно, что равняется с тем, чтобы быть заступницей Павла и с опасностями для себя спасать учителя вселенной. Рассуди, сколько было цариц и имена их преданы забвению, а имя жены делателя палаток и ее мужа проносятся повсюду, и сколько солнца освещает землю, столько славы ее обтекает во вселенной, и персы, и скифы, и фракияни, живущие в отдаленных пределах земли, прославляют и ублажают благочестивую жизнь этой женщины. Какое богатство! Сколько диадем и царских багрениц ты с удовольствием отдал бы, чтобы только получить о себе такое свидетельство. Нельзя даже сказать, чтобы они, подвергаясь опасностям и не щадя имущества, не родили и о проповеди. За это именно апостолы называют их сослужителями и спаспешниками. Сосуд избрания не стыдится называть женщину своей спаспешницей, даже хвалится этим, потому что не смотрит на природу, а венчает добрую волю. Что равняется такому украшению? Где теперь ваше богатство, расточаемое повсюду? Что значит наряды? Где суетная слава? Рассмотри внимательное убранство этой женщине, которым не тело облекается, но украшается душа, которая никогда не складывается и не хранится в ящике, но возлагается на небе. 839. Посмотри на их труд в проповеди, на их мученический венец, на их щедрость касательно имущества, на их любовь к Павлу, на их усердие ко Христу и сравни с этим себя, свое попечение о деньгах, свою привязанность к блудницам, свои распри заклочок сена, когда увидишь, кто были они и кто ты. 939. Или лучше не только сравни, но и поревнуй женщине, и сложи в себя ношу травы, это твои драгоценные одежды, возьми небесное украшение и поучись у Прескиллы и Акиллы. 1039. Отчего они сделали с такими? Отчего же? Они два года содержали у себя в доме Павла. 1139. Отчего они могли произнести и произвести в душе эти два года? Ты скажешь, что же мне делать? У меня нет Павла. 1239. Если захочешь, то имеешь больше, нежели он. Не лицезрение Павла, а слова его сделали их такими. 1339. Итак, если тебе угодно, с тобой непрестанно готовы беседовать и Павел, и Петр, и Иоанн, и целый сон пророков и апостолов. 1439. Возьми книги этих блаженных мужей, постоянно занимайся их писаниями, и они могут и тебя сделать подобным жене скинотворца. 1539. И что говорить о Павле? Если хочешь, будешь иметь у себя самого владыку Павла, и он будет с тобой беседовать языком Павла. 1539. И другой есть способ принять к себе Господа. Когда станешь принимать святых, служить верующему в Него, тогда и по отшествии их у тебя останется много памятников благочестия. 1639. И стол, за которым питался святой, и стул, на котором он сидел, и ложа, на котором он возлежал, даже по удалению его способны привести в чувство умиления того, кто принимал его к себе. 1639. С каким, думаешь, умилением входила сонамитянка в ту горницу, где жил Елисей, взирала на стол и на ложа, где спал этот святой муж? 1639. Какими благочестивыми чувствованиями бы воодушевлялась она при этом? 1739. А если бы этого не было, если бы она не получала от этого великой пользы, то не принесла бы в эту горницу мертвого сына? 1839. Если мы, по прошествии многого времени, приходя туда, где Павел жил, был связан, сидел и беседовал, окрыляемся мыслью и отвидим их нами мест, переносимся в представление того самого времени, то что, естественно, происходило в душе тех, которые с благоговением принимали его в своем доме, когда события были еще очень свежи? 1839. Итак, зная это, будем принимать к себе святых, чтобы дом наш просиял и очистился от терней, чтобы жилище наше сделалось пристанью, будем принимать их и умывать им ноги. 1839. Ты не лучше, не благороднее и не богаче Сары, хотя бы ты была и царицей, она имела 318 домочадцев, когда и двоих слуг иметь считалось богатством. 1839. И что я говорю о 318 домочадцах? В семени и обетованиях она владела целой вселенную, имела супругом друга Божия, покровителем самого Бога, а это больше всякого царства. 1839. Однако же при такой знаменитости и славе сама приготовляла тесто, исполняла все домашние дела и прислуживала гостям, как рабыня. 1939. Ты не благороднее Авраама, а он исполнял дела слуг после своих знаменитых деяний, после побед, после чести, оказанной ему египетским царем, после того, как он отразил персидских царей и возник к себе замечательные памятники. 2040. Не смотри на то, что происходящее, приходящие к тебе святые по наружности, убоги и часто бывают бедные и покрыты рубищами. 2140. А помни, сказанное Христом, так, как сделали вы это одному из меньших всех, что сделали мне. 2240. Итак, не презирайте ни одного из малых всех, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца нашего Небесного. 2340. Принимай с усердием тех, которые приносят тебе бесчисленные блага своими приветствиями мира. 2440. Вместе с Саррою приведи себе на память и Ревекку, которая, отвергнув всякую гордость, сама черпала воду, напоила и пригласила к себе в дом странника, а потому и получила великие награды за свое страннолюбие. 2540. Но то, если захочешь, получишь еще большее. 2640. Тебе Бог даст в награду не только сына, но и самое небо, небесное благо, избавление от гиенны, прощение грехов. 2640. Велик, весьма велик плод страннолюбия. 2740. Так Иофор, будучи даже иноплеменником, удостоился иметь зятем того, кто с такой властью повелевал морю, и такую добрую добычу для него уловили в свою сеть его дочери. 2840. И ты, размыслив об этом, и представь в уме мужество и благочестие тех жен, постарайся попрать земную гордость, нарядные одежды, дорогие золотые украшения и благовония. 2940. Отложи в негу роскошь и мирную поступь. 3040. Обрати все свое попечение на душу и воспомини сердце в своем страсть к небесному. 3140. Если овладеет тобой эта любовь, ты увидишь нечистоту и гнусность настоящего. 3140. И сама будешь смеяться над тем, что теперь удивляет тебя. 3240. Ведь женщине, украшенной духовными совершенствами, не свойственно домогать от таких смешных вещей. 3340. Потому сбросив все то, что ставят себе в большую честь жены торгующих, а также занимающиеся пляской и музыкой, 3440. Украсть себя благочестием, страннолюбием, попечением и святых, умилением, частыми молитвами. 3540. Это лучше золотых одежд, драгоценней дорогих камней и запястьей. 3640. Этой тебе ведьми делает почтенными и у Бога приносит тебе великую награду. 3640. Это украшение церкви, а то театра. 3740. Это достойно неба, а то коней и мулов. 3840. Все убранства обликаются и мертвые тела, а это сияет только в доброй душе, в которой живет Христос. 3940. Итак, встанем приобретать себе такое украшение, чтобы и нас везде прославляли, и мы угодили Христу во веки веков. Аминь.